13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня будет презентовать депутат Госдумы Сергей Доронин. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. У нас есть ряд вопросов, в том числе и вопрос, который пришел на сайт. Я напоминаю нашим слушателям, что мы всегда накануне прихода гостя выкладываем анонс на сайте eho.kirova.ru, где вы можете задавать свои вопросы. Александр сегодня написал следующее. Сергей Александрович, добрый день. Каким вы видите будущее «Справедливой России» на федеральном уровне? Распадется или объединится с ОНФ? Какие преференции получила река деления «Справедливой России» за поддержку «Белых» Никиты Юрьевича на выборах губернатора? Спасибо. Мы оставим на потом или прямо сейчас будете отвечать? Почему? Я могу ответить сходу, что называется. Во-первых, я хотел бы сказать, что фракция в Государственной Думе «Справедливой России» работает достаточно качественно. Большой объем законопроектов выходит из-под пера депутатов этой фракции. Если говорить о партии, то и в регионах на сегодняшний день идет подготовка к выборной кампании, которая будет в сентябре. Лидер нашей партии Сергей Михайлович Миронов ездит сегодня с визитом с официальным по регионам. Был буквально недавно в Челябинске и встречался с губернатором и поддерживал наших кандидатов. Там сегодня выборная кампания начинается. И я думаю, что в следующем году каких-то проблем у партии с заявкой и с претензией на хороший результат в Государственной Думе обязательно будет. И ничего не вижу. Там каких-то проблем или признаков, по которым можно было бы сказать, что партия не будет участвовать или биться за свое место в Государственной Думе из-за мандата. А что за история с объединением? Если говорить об альянсах, то мы этот вопрос обсуждали и на фракции, и в центральном аппарате партии. Объединения и альянсы, они возможны в любой конфигурации. Я думаю, что в том числе и в принципе можно рассматривать возможность объединения по выборной кампании, в том числе и с этим Народным фронтом. Я знаю, что такие переговоры шли, и я не вижу в этом ничего плохого. У каждой партии или у каждой общественной организации есть в предвыборный период свои задачи, цели. И я думаю, что здесь ничего плохого я в этом не вижу, честно. Вторая часть вопроса. Если отвечать на второй вопрос, то действительно мы поддерживали достаточно активно, в том числе я, кандидатов в губернатор, а сегодня уже губернатор Никита Юрьевича Белых. Но каких-то особых дивидендов мы, наверное, с этого не получили. Я свою позицию хочу еще раз озвучить. В принципе, мне полностью, целиком и полностью удовлетворяет работа губернатора в том виде, который есть на сегодняшний день в Кировской области. Мы принимали участие и в формировании правительства, обсуждали с ним по персоналиям некоторые кандидатуры. Я, насколько помню, вы даже список составляли, да? И списки свои. Но здесь нужно понимать, что каждый руководитель подбирает команду под себя. И здесь, что называется, выкручивать руки, конечно же, мы не стали губернатору, объявив о том, что либо эти люди, либо мы не. То есть мы всегда пытаемся найти компромисс и работаем с губернатором по многим проектам или проблемам Кировской области. И в первую очередь я, как депутат Государственной Думы, естественно, какие-то вещи и проекты веду на федеральном уровне. Сегодня это и проблема завода 1 мая, это и по сельскому хозяйству есть ряд проектов, которые мы совместно с ним реализуем на территории Кировской области. А совсем недавно, в мае, который закончился, появилась очередная информация, потому что они регулярно поступают, о том, что Никита Юрьевич уйдет с поста губернатора, и объявлено об этом будет уже чуть ли не до 14 июня, с тем, чтобы 14 сентября, в день выборов, что-то произошло. Как вы относитесь к такого рода новостям? Слышали ли вы сами? И как вообще в правительстве сейчас? Есть свободные места? Я на самом деле об этой утке, так называемой, слышал в мае месяце, но в первую очередь это было с местных источников СМИ, это не федеральные источники, и не знаю, насколько я понимаю и знаю, у Никиты Юрьевича пока в ближайшее время нет желания расставаться с Кировской областью, а есть большие планы по реализации каких-то задач, поставленных и президентом, и им самим перед собой. И на сегодняшний день я думаю, что Кировской области, в принципе, должно быть и население Кировской области, должно быть удовлетворено работой и губернатора, и того правительства, которое сегодня было принято на законодательном собрании. А по каким признакам становится понятно, что это уже не утка, запущенная региональными какими-то силами, да, я не знаю, политическими или просто смешники об этом написали, а что действительно стоит задумываться о том, что новость, которая имеет от собой основание по поводу перехода вот таких источников, поставленных персов. Я думаю, что профессионал в средствах массовой информации понимает, что если эту новость объявят по Первому каналу, да, там, или по каналу «Россия», то это уже будет, по сути, означать, что это факт свершившийся, поэтому я считаю, что... Окей. Да, сейчас перейдем к другим вещам для обсуждения. Да, спасибо Александру, что написал вопрос на сайтах akira.ru. Еще раз напоминаю, что вы тоже можете это делать. Это я к слушателям обращаюсь. Итак, я вижу материал от 22 мая, совсем свежий. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить принятие законопроекта, повышающего ответственность за несвоевременную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. И желает он, чтобы заработал этот закон уже с осени нынешнего года, 2015-го. Что это значит для населения? В мае месяце, в апреле-мая этого года, достаточно активно в комитете по ЖКХ, который возглавляет моя коллега Галина Петровна Хованская, очень серьезные дебаты шли как раз по принятию вот этого законопроекта о внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания необходимых условий для эффективной работы и улучшения платежной дисциплины отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Вот я зачитал, да? Готовь. Значит, параллельно в 2013 году был внесен данный законопроект Минэнерго. Значит, в 2014 году был внесен аналогичный законопроект депутатами Государственной Думы. Если говорить о самой сути этого законопроекта, то суть в том, что необходимо повысить ответственность людей, неплательщиков за коммунальные услуги, за ресурсоснабжающим организациям, а также за на сегодняшний день капитальный ремонт. Если мы говорим о сегодняшнем законе, то ответственность у неплательщиков изникает на 31 день после неоплаты предоставленных коммунальных услуг, вот этой платежки, да, и составляет это пене на сегодняшний день 10%. Значит, Минэнерго предложил в своем законопроекте увеличить процент этой пене до 23,2%, оставив лишь 10% за платежи, за капитальный ремонт и за просрочку платежей по социальному найму, когда люди платят за аренду помещений. Там оставить по 10%. Да, там оставить по 10%. А в остальном увеличить больше, чем в 2 раза. До 23,2% больше, чем в 2 раза. Естественно, когда принимался этот законопроект в первом чтении, все оппозиционные партии высказывали свои обоснованные, на мой взгляд, претензии и Минэнерго, и депутатам, которые вносили от Единой России параллельный законопроект, но в нем взымание пене было ниже, нежели в законопроекте Минэнерго. 17,7%. Но в том, что вот именно повышающий процент пене. Слишком велик. Слишком велик. На сегодняшний день ситуация в сфере ЖКХ, она во всей России достаточно такая проблематичная и серьезная. Я взял с собой данные, которые говорят, что, статистика, которая говорит, что на 1 мая 2015 года долг россиян за услуги ЖКХ составил 1 триллион 25 миллиардов рублей. Это огромная цифра, просто сумасшедшая. Ну и совершенно понятно, что хотят вернуть эти деньги, эти долги. В том числе, значит, если мы говорим конкретно о физлицах, о населении, то здесь сумма составляет 193 миллиарда. 933 – это услуги, задолженные за услуги и ресурсы коммерческих предприятий, там, значит, частных предпринимателей и так далее и тому подобное. Естественно, есть проблемы, да. Но, на мой взгляд, в сегодняшнем законе вполне себе понятно и прагматично прописаны возможности взимания этих денег. То есть это обращение в суд, это возможность отключения от данных услуги физлиц и коммерческих предприятий. Я не думаю, что повышение пени каким-то образом наше население сподвигнет к немедленной оплате вот этих долгов и задолженностей. На сегодняшний день надо понимать, что уровень доходов населения действительно не позволяет многим семьям и просто, может быть, одиноким людям выплачивать должным образом вот эти платежи. Поэтому в каждом регионе, вот на сегодняшний день, я думаю, что те заместители губернаторов, которые курируют эти направления, это, ну, должность достаточно такая серьезная, проблематичная и расстрельная, я бы сказал. Да, вот у нас Алексей Кузнецов курирует эту область, достаточно грамотный специалист, заместитель губернатора, и пытаются вот эти проблемы, которые навалились с начала 90-х годов, когда началась вот эта повальная приватизация жилья, там, объектов, да, когда в частную собственность стали переходить не совсем, так скажем, в нормальном состоянии фонды жилищные, да, на сегодняшний день вот эти проблемы, они пытаются каким-то образом расшить, и я думаю, вот еще раз повторюсь, я думаю, что вполне себе нормальный, достаточный, с инструментами, с инструментариями закон существовал до 2015 года. Да, но долги-то накапливаются, и мало того, вот будут же напирать на региональные правительства, потому что, вот я тут читаю, что в Министерстве строительства и ЖКХ собрали полную информацию об управляющих организациях, которые накопили долги перед снабжающими компаниями, поскольку через них, да, идут деньги, и министр Михаил Мини, он сказал, что списки переданы в региональные жилинспекции, правоохранительные органы, понятно, чтобы они приняли меры, но это важно. По итогам утопительного сезона, который завершился вот только что, буквально, Минстрой собирается составить рейтинг эффективности работы региональных властей в этом направлении. Ну, то есть еще один такой накат, показать, вот ты хороший губернатор, хорошо управляешь, да, а ты не очень. И понятно, губернаторы не хотят выглядеть плохо, им придется дергаться, что называется, и что-то делать в этом. Вот эти инструменты, вот эти рейтинги, которые составляют, с целью надавиться для того, чтобы собрали, вот куда деваться, придется ведь собирать, правда же? Вот это принятие закона, который торопит господин Медведев, принятие, его должны вот ближайшие, вот здесь вот уже где-то рассмотреть, чуть ли не в июне, да? Насколько я понимаю, что он осенью заработал. Я понимаю и, в принципе, надеюсь, что этот законопроект будет перенесен на осеннюю сессию, да? Я все-таки надеюсь, что немножко сбавит пылу от Минэнергии, которая сегодня на полную включила свои лоббистские возможности, в том числе и через премьер-министра. И я, кстати, скажу, что министр ЖКХ Мень также точно на выступлении своем 12 мая на правительственном части сказал, что он считает, что 23,2% это достаточно завышенные аппетиты ресурсоснабжающих организаций, которые как раз представляют Минэнергию вот своим законопроектом. Но в законопроекте так и осталась эта цифра. Пока она осталась, но еще раз вам хочу сказать, что ко второму чтению этот законопроект сегодня обсуждается и куча поправок от депутатов поступила и с фракциями пытаются договориться и консультироваться. И не забывайте, что комитет по ЖКХ возглавляет наша коллега Галина Петровна Хованская, которая неоднократно и в средствах массовых информации и на комитете, и на заседании Государственной Думы со своим докладом выступая по итогам работы Министерства Минэн сказала, что она будет до конца отстаивать все-таки интересы жителей и граждан Российской Федерации. И я все-таки надеюсь, что не поднимут на такую высокую планку уровень процента вот этой пении. Это особое мнение Сергея Дороина, депутата Государственной Думы. Мы продолжаем и продолжаем снова с темой, которая касается ЖКХ. Сейчас у меня будет вопрос по поводу опять штрафов, опять того, что население вынуждено будет платить больше. Это касается общедомовых приборов учета. Я тут зашла на один из сайтов экспертных, где юристы высказываются по законопроектным законам по ЖКХ. И вот я вижу, что с 1 января 2015 года жилец многоквартирного дома, в котором существует техническая возможность установки домового прибора учета, но он не установлен, будет обязан платить на 10% за отопление больше, чем раньше. Уже сейчас должно прийти. Это все было уже, наверное, в платежках. И если все равно не будет ставить, то будет платить больше и больше. И с 2017 года уже будут платить граждане, живущие в этом доме, на 60% больше. Слушайте, там плюс 13%, здесь плюс 60%. Почему мы идем? Это законопроект из той же колоды или из той же оперы, которая продавливает сегодня и лоббирует Минэнерго и поддерживает все ресурсоснабжающие организации. Установка вот этих счетчиков, опять же, он в первую очередь бьет по карману или по тем жителям, которые живут в достаточно депрессивных, таких экономически слабых регионах. Надо понимать, что не могут бабушки, дедушки, пенсионеры, многодетные семьи или семьи с низким достатком установить сегодня приборы учета по причине отсутствия денег. Вторая причина – это недоверие опять же к управляющим компаниям, которые взимают плату по счетчикам квартирным, накидывают какие-то, делают непонятные расчеты по общедомовым территориям, подвалам и так далее, лестным клеткам. И здесь, конечно, недоверие и граждан, и достаточно низкие доходы. Я действительно соглашусь с вами, что на 10% сегодня дано право этим организациям, ресурсоснабжающим, повышать коэффициент по стоимости услуг своих. Затем постепенно этот коэффициент будет увеличиваться на 40%, на 50%, на 60%. На мой взгляд, правительство идет по тупиковому пути, это замкнутый круг. В ближайшие годы, если мы будем увеличивать вот эти пении и штрафы, я думаю, что к 2017-2018 году может получиться так, что население будет работать только на проценты. Это то, что сегодня происходит с такими псевдобанками, быстроденьги, когда люди вынуждены перехватываться под какие-то сумасшедшие проценты, там под 500-600% годовых и в конечном итоге попадают в эти сети и они уже выплачивают там львиную долю своих доходов только в счет уплаты процентов. Да, и коллекторские компании нанимают, значит, непонятных людей, там, коллекторов, которые начинают уже выгонять их из жилья, там, отбирать имущество. Да, звоните, слышите, я знаю, где твоя жена, регионы, квартира. Я думаю, что мы по этому пути идем и это, конечно, печально. И мы в Государственной Думе будем все-таки отстаивать интересы вот этого, значит, того, что мы предлагаем сегодня все-таки оставить на прежнем уровне и принять те же поправки, которые будут, значит, предполагать взымание 10% вот, что и происходит сегодня. Но я, насколько понимаю, Сергей Александрович, это ведь уже работающий закон? Это работающий закон. Они уже приняты, эти коэффициенты повышающие? Нет. Повышающие коэффициенты 23,2% в первом чтении, значит, и... Это мы сейчас говорим о пене за неуплату. За неуплату. А я имею в виду сейчас про общедомовые приборы учета, ведь это уже работающие вещи. Проект принят, да. Он принят, и он начинает действовать с 1 января 2015 года. Да, то есть мы работаем тоже. Достаточно вяло, значит, эти коэффициенты включают сегодня ресурсы, сберегающие, ресурсы, снабжающие компании. Но я думаю, что... Ну так, вяло 10%, а до конца года 20%, а в следующем году 40% и дальше 60%. Им дано право. То есть не каждый этим правом на сегодняшний день воспользуется, да. Я думаю, что постепенно они будут приходить к тому, что будут в полной мере использовать вот эти повышающие коэффициенты и в одностороннем порядке повышать стоимость за свои услуги. Вы сами сказали, что людей загоняют в ситуацию, когда они будут работать чисто на проценты. Если до этого времени, в что называется, жирные годы, люди загнали себя в ситуацию, когда частные лица должны государству 193 миллиарда за ЖКХ, и сейчас им накручивают вот такие проценты, откуда деньги возьмутся? Вот я не хочу понять, может быть, вы мне объясните. Я вас целиком и полностью поддержу. И давайте посчитаем, просто на калькуляторе, так в уме, да, сегодня 193 миллиарда долгов. 23% годовых, это порядка 40 с лишним миллиардов, ежегодно будут начисляться проценты. При том, что сегодня доходы населения не растут, а падают в связи с тем, что у нас, ну, есть эффект... Ну, еще пик кризиса не прошли, как говорится. Да, есть эффект повышения цен на продукты питания, да, там, повышение цен за услуги на сегодняшний день, то населению просто неоткуда взять вот эти 40 миллиардов на уплату пеней, через 2 года это будет уже 80 миллиардов, через 3 года это будет, там, 120 миллиардов, через 4 года эта сумма удвоится, то есть... И что? Вот смотрите, есть же на самом деле вопрос, вот вы упомянули коллекторов, есть вопрос еще в решении этой проблемы, это порядок установления и ограничения прав собственности. Вот чем человек может расплатиться, если денег у него нет? Ну, вынесли холодильники, телевизоры, еще что-то, что делается в таких случаях, а дальше что? Только квартира? Ну, да, предполагается сегодня законом на наложение ареста, на сделки с недвижимостью, с имуществом, в случае долгов, при продаже своего помещения. В принципе, это механизмы, они нормальные, я считаю. То есть продать не сможет, но жить будет весь в долгах. И, ну, вот еще раз повторюсь, я считаю, что на сегодняшний день те механизмы, которые предусмотрены в законе, и они, кстати, работают и есть в том законе, который существует сегодня, ограничение сделок на недвижимость в случае задолженности и так далее, и тому подобное. Их достаточно для того, чтобы работать и с долговыми этими обязательствами населения и предприятий. И они вполне достаточно. Вот повышение пени однозначно, проблемы с долговой нагрузкой, с долгами, с просроченными, они не решат. В таком случае я попрошу вас поставить диагноз принятию подобных решений и подобных законопроектов. Ну, диагноз мы совершенно идем в полном диссонансе от основных каких-то теорий экономики. Когда экономика начинает хромать, в нормальных государствах, всегда я привожу пример, Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, там к удовольствию и может быть к радости предпринимателей, физических лиц наблюдается такие процессы, как дефляция, снижение цен, снижение процентной ставки, вкачивание денег в экономику и так далее и тому подобное, которое помогает расшивать данные проблемы. У нас, к сожалению, мы идем совершенно по другому пути. Мы повышаем процентную ставку, мы облагаем дополнительными пенями, штрафами, взыманиями, сборами населения, без того уже страдающие от вот этих инфляционных процессов, мы совершенно идем не в логике нормальных экономических процессов. Поэтому диагноз здесь мы можем поставить единственный, что Минэнергия, которая сегодня предлагает увеличение таких пеней, штрафов, оно просто безнадежно больно. и здесь другого эпитета вот этой организации или этому министерству найти не могу. Это особое мнение Сергея Доронина, депутата Государственной Думы Российской Федерации от нашей области. Я думаю, что мы сейчас преремся на короткую рекламу, после чего у нас будет еще несколько вопросов. Думаю, поскольку они такие серьезные, парочку успеем только взять. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает депутат Государственной Думы Сергей Доронин. Переходим к сельскому хозяйству. Это тоже ваша тема. Интересные такие новости приходят от Минфина. Минфин предлагает сократить расходы на сельское хозяйство в 2016-18 годах почти на 500 миллиардов. И вот это такая интересная новость в свете того, что мы тут полгода громко с разных трибун говорим о том, что импорту замещению в сельском хозяйстве быть. Да у нас полно земли и талантливых людей с руками. Вот мы сейчас воспользуемся этой ситуацией, я имею в виду ситуацию санкций, и наше сельское хозяйство произведет все, что только нам нужно. Может быть, правильно они поступают? Раз у нас так много земли и талантливые люди с руками, так зачем им деньги? Что это вообще, Сергей Семенович? Я думаю, что министр финансов как раз в этой парадигме и действует, и мыслит, и есть на самом деле несколько теорий развития экономики государства. По одной из них некоторые экономисты говорят, что поддерживать нерентабельные или низкорентабельные отрасли ни в коем случае нельзя. Она должна сама как-то воспрять, сама начать работать. Я так понимаю, что министр финансов как раз в этой парадигме экономической и живет, и существует. И вот эту крылатую фразу, которую он произнес может быть месяца два или три назад о линейном обрезании по статьям бюджета, она, конечно, врезалась. Я ее запомнил надолго. Поэтому, видимо, мы дождались линейного обрезания в сельском хозяйстве. И да, читал прогнозы Минфина, пытаются они в 16-17-18-х годах начать вот это свое линейное обрезание. И если в этом году дополнительно отрасли дали порядка 50 миллиардов рублей, я думаю, что это последняя такая сладкая пилюля, которая дана нам, вот вырвали ее депутаты комитета нашего и вместе со всеми отраслевыми союзами, ну, буквально с мясом там из недр Минфина, да, я думаю, что нас ждут такие серьезные проблемные годы в сельскохозяйственной отрасли. И рост цен идет там. Сергей Савельевич, вырвали с мясом 50 миллиардов в этом году, то заберут мясо на 500 миллиардов из сельского хозяйства к 17-му, то есть осталось всего у нас чего, три года до 18-го? Три года, ну, там немножко цифры другие, может быть, мы там из разных источников сельского хозяйства может быть, ну, где-то там по 50, по 60, по 70 миллиардов ежегодно, я там точно цифры сейчас не помню, да, но да, обрезает то, что обещали и было запланировано в трехлетнем бюджете, действительно серьезные цифры. Это, конечно, печально, это проблемно, это сигнал для инвесторов в первую очередь, которые еще сомневались или думали, идти ли в эту отрасль, вкладываться ли в нее, это такой прямой сигнал к тому, что период инвестиций серьезных в сельскохозяйственную отрасль заканчивается. Как мы будем жить в этих условиях, когда у нас есть санкции на сельскохозяйственную продукцию, а зарубежную она вставляла значительную долю рынка и в условиях, когда обрезаются очень серьезные, не просто там по чуть-чуть, очень серьезные бюджеты на развитие отрасли? Ну, проблема серьезная, здесь я ничего не могу придумать или сказать, или там какое-то елейное масло лить на голову. Радиослушатели сегодня, что что-то произойдет вдруг такое, да, действительно идет у нас, к сожалению, не импортозамещение, а импортозаменение и большие объемы у нас идут и контрафакты сегодня через границу Белоруссии, и несмотря на то, что по статистике, по итогам Росстата у нас на 42,5% за первые месяцы 2015 года упал как раз-таки завоз продуктов сельскохозяйственного назначения, продуктов питания за границей, да, и вроде бы это возможность серьезная как раз по импортозаменению, да, по импортозамещению, и вроде бы на этом этапе необходимо вкладывать инвестиции для расширения производства и как раз заполнения вот этой пустующей ниши или пустующих объемов, которые в принципе на сегодняшний день мы заменить можем по некоторым оценкам, опять же, экономистов, специалистов и согласия советника президента примерно на 64% у нас производственные площади сегодня в промышленности задействованы, то есть есть куда двигаться, есть уже на существующих площадях необходимые, ну, наверное, вложения серьезные какие-то, да, для того, чтобы вот и начать задействовать вот эти производственные площадки, это и переоснащение, это и оборудование современное, это и закупка материалов, это и кассовый разрыв необходимо снизить. В этой ситуации, когда будет сокращаться финансирование, я просто разложу эту сумму в 500 миллиардов, которую я вижу здесь на газете РУ, да, в данном случае они сделали очень хороший подробный материал с цитатами ключевых фигур из министерств. Вот они говорят, что уже в 16-м году составит 25 миллиардов у Рязани, как раз бюджетно-аграрный сектор, в 17-м 62, и, видимо, там, к 18-му году еще сильнее бабахнет. Может быть, откуда-то из разных отраслей собрали, я просто не буду цитировать все цифры, но кому это интересно, подробный материал на газете РУ называется «Силовня бюджета». Так вот, отрасли, которые там перечисляются, в первую очередь, которые могут подпасть под режим экономии, это развитие растеневодства, животноводства, мясного и молочного скотоводства, социальное развитие села, потому что это тоже там же, и также меньше средств может получить программа развития финансо-кредитной системы агропромышленного комплекса. На мой взгляд, это вообще все. По основным ключевым направлениям, так скажем, бьют в кавычках, которые, как считают министерства и финансы, в первую очередь, и Минсельхоз, уже достаточно развились за эти годы, и в животноводство вложили серьезные деньги. У нас где-то процентов на 90 удовлетворены потребности и в птицеводстве, и в свиноводстве. Ну, серьезные инвестиции в растеневодстве были огромные деньги вложены и переоснащение техники. То есть они должны сейчас отрабатывать? Понимаете, вот любой экономический или производственный процесс, он заключается в непрерывном вложении и инвестициях, и в развитии, и замене оборудования. То есть есть такая пословица, чтобы стоять на месте, необходимо бежать. Так вот, нам постоянно необходимо бежать вперед и повышать конкурентоспособность нашей отрасли не только внутри нашего государства, но и на мировой площадке. Это основа основ. С другой стороны, если вы говорите, что уже в эти ключевые отрасли, да, животноводство, мясное, молочное, скотовое, птицеводство, были вложены средства, достаточные для того, чтобы они, их продукции заполнили рынок, и сейчас, плюс условия, когда санкции, пожалуйста, продавайте, конкуренция снижена, то ведь это абсолютно понятно, что в этом есть смысл. У меня большой вопрос только по социальному развитию села и развитию финансовой кредитной системы, но здесь-то логично, министерство действует, что действительно, да, ребята, мы вам дали, давайте уже отрабатывайте как-то деньги. Понимаете, мы для того, чтобы развивать отрасль, повышать ее конкурентоспособность, просто обязаны выходить на внешние рынки, то есть нельзя замыкаться внутри страны, нельзя вариться в собственном соку, и вот о тех процентах, о которых я говорил, это проценты, которые просчитаны вот в сегодняшних объемах потребления. Я бы хотел сказать, что на сегодняшний день мы немножко отстаем по потреблению того же белка, мяса птицы, рыбы, свинины, говядины, молока на душу населения. Я вам скажу, что, ну вот у меня сейчас цифр нет перед собой, но порядка в два раза больше потребляет молочная продукция в Соединенных Штатах Америки, нежели в России, да, отстает от нас Китай, и у них огромная там есть перспектива в развитии, но мы на сегодняшний день по объему потребления продуктов питания отстаем от ведущих мировых держав, и здесь есть куда нам подтягиваться. Зато мы стройные, не просто американская нация. Поэтому нам, конечно же, необходимо инвестировать и повышать конкурентно-способность сельскохозяйственной отрасли. За счет чего ее надо повышать. Сергей Александрович, наши продукты за рубеж не пускают, и, видимо, уже спрогнозировали, что до 2018 года можно спать спокойно и работать только на внутренний рынок. Необходимо работать и не пускают по одной простой причине, не пускают не потому, что не пускают, а потому, что они неконкурентоспособны по многим направлениям. Понимаете? Для того, чтобы сделать их конкурентоспособность, отрасль должна быть рентабельна. Для того, чтобы она должна быть рентабельно, цены на сельхозпродукцию и продукты питания должны быть, естественно, выше. Мы, к сожалению, вместе с правительством постоянно слышим лозунги об ограничении цены. Закупочных и закупочных, и постоянно ищем на полках продуктовых магазинов, значит, какие-то там сумасшедшие цены. Но здесь должны потребители и, наверное, согласятся со мной люди, которые занимаются производством, понимать, что нельзя невозможно сделать высококачественный конкурентный продукт без рентабельности. Должна быть необходима рентабельность для того, чтобы, опять же, вкладывать в производство, для того, чтобы сделать... То есть, здесь замкнутый круг. Нельзя продавать хлеб ниже рентабельности, нельзя продавать пакет молока дешевле себестоимости. То есть, правильно я вас понимаю, что ничего не меняется в сельском хозяйстве, и это касается не только России, а сельское хозяйство всегда, во все времена, во всех странах датируемо? И бюджетные деньги должны вливаться? Нет, оно стимулируется во многих государствах, и прямые есть дотации, и есть, значит, не совсем прямые дотации, вот пример всегда привожу, там, те же Соединенные Штаты Америки, там очень интересная программа, которую, кстати, у нас губернатор Кировской области начал реализовать в этом году, это продуктовые карточки, которые дают возможность населению малоимущему, а таковых в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день порядка 44 миллионов, они ежемесячно получают 134,5 доллара на приобретение сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, значит, 44 миллиона человек умножаем, получается 60 миллиардов долларов сегодня государство поддерживает таким образом, стимулируя сбыт и потребление, то есть сбыт для сельхозпроизводителей и потребления, да, и, естественно, дает возможность при таких объемах, у нас сегодня вся помощь сельскохозяйственной отрасли оценивается где-то порядка, ну, не знаю, там, 7-8 миллиардов долларов, вся помощь в совокупности Министерства сельского хозяйства, регионы, а там только на одну программу продуктовые карточки для малоимущих слоев населения 60 миллиардов тратит, понятно, как мы можем быть конкурентоспособны. Остается у нас полминуты, хочу, чтобы вы коротко ответили на один вопрос. Я вот вижу, что парламентские партии близки к единству во мнении по переносу выборов в Госдуму на сентябрь 2016 года, с декабря. Вам эта идея близка? Зачем это делать? Слушайте, я бы, наверное, не стал здесь пиариться вот на этой теме. Я думаю, те, кто готов к выборам, им можно проводить и в сентябре, и в декабре, и в мае, я сторонник того, чтобы причесывать всю выборную кампанию в России и проводить выборы в любые органы власти в один день, в единственный день в году, а не разбивать постоянный выборный процесс весна, осень, зима, когда ощущение, что у нас каждые три месяца выборы. То есть, это никак не ущемляет, вот это не только идея «Единая Россия», это никак не ущемляет права и стремления в партии. Понимаете, на мой взгляд, те партии и те кандидаты, которые готовы на сегодняшний день, вот в случае, если это изменение будет принято, то, в принципе, достаточно одного года для того, чтобы подготовиться качественно к выборной кампании. Там вопрос другой, там в явке и так далее, но это обсуждается. Есть предложение перенести единый день голосования, но то, что должен быть единый день, единственный в году день голосования, это, на мой взгляд, факт. То есть, в Госдуме это спокойно обсуждается депутатами разных партий? Понимаете, вот коммунист на сегодняшний день на этой теме начинает пиариться, что это выгодно каким-то непонятным силам, да, «Единая Россия», обосновывает всяческие конспирологические значения и так далее и тому подобное. Я думаю, что да, я еще раз повторю свое мнение, что, в принципе, те, кто готовы, они готовы в любой момент проводить выборную кампанию. Время закончилось, это была программа «Особое мнение», а свое особое мнение сегодня высказывал депутат Госдумы Сергей Доронин. Сергей Александрович, большое спасибо. Спасибо.